В преддверии Дня Республики мы связались с нашей коллегой, редактором республиканской общественно-политической газеты «Сувар», которая рассказала нам о работе издательства в Казани и о том, как они будут отмечать праздник. Ирина Федоровна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада поговорить с коллегой. Вот расскажите, пожалуйста, ваша газета, республиканская «Сувар», одна из немногих, которые выходят до сих пор в соседнем с нами регионе. Многие национальные издания давно закрылись. Как вам удается работать сейчас? Кто вас поддерживает? Наша газета входит в состав республиканского агентства «ТАКМЕДИА». Мы являемся филиалом. Идет со стороны руководства «Татарстана». Такая поддержка оказывается, потому что издание «Чуварской газеты» в республике «Татарстан» – это еще и национальный вопрос. Газета у нас открылась в 93-м году. Тогда учредил ее кабинет министров республики «Татарстан». И с тех пор не было ни одного, как бы, слова. Газета выходила. Расскажите, что интересует наших земляков? О чем пишете? Контент нашей газеты очень широкий. Мы охватываем события не только в республике «Татарстан», но и интересные события, происходящие за пределами нашего региона. Мы сотрудничаем с чуварскими изданиями «Татарстана», «Увалсовцы», «Ульяновской области». Ирина Федоровна, что вы думаете по поводу сохранения родного языка? При каких условиях национальные языки будут жить? Мне не хочется говорить, что чуварский язык исчезнет. Потому что сейчас очень много блогеров чуварских уже ведут свои блоги в социальных сетях на чуварском языке. Это ведет к популяризации нашей чуварской культуры и языка уже среди молодежи. Я думаю, также газету нашу будут читать, потому что сейчас основные наши подписчики – это люди пенсионного и предпенсионного возраста. И поэтому сейчас мы стараемся сделать контент наш более интересным для привлечения уже более молодой аудитории. Уже смотрим, что им интересно читать. У нас в социальных сетях и в Инстаграм, в Одноклассниках, ВКонтакте тоже есть наши аккаунты. Есть свой сайт, куда они с удовольствием заходят. Мы часто делаем опрос, что им интересно читать. И уже основываясь на анкетировании, уже выбираем наш контент. Спасибо вам за беседу. С праздником вас. До свидания. И вас с праздником.